Приветствую вас, дорогие братья и сёстры, дорогая церковь. Смотрится, что наше служение сегодня будет немножко коротким, не затянется. Для детей это, может быть, хорошо, неутомительно, потому что, когда они сидят здесь долго на одном месте, они уже не могут спокойно сидеть. Итак, моя сегодняшняя проповедь, тема, называется «Божий человек». Для основания мы прочитаем одно место ещё написания, которое записано в 4-й книге Царств. Эта проповедь сегодня будет как для всех нас, так же и детки, для вас это тоже важно. Итак, прочитаем 4-й книге Царств, 4-я глава, с 8-го стиха. 4-я книга Царств, 4-я глава, с 8-го стиха. «В один день пришёл Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеб. И когда он не приходил, не проходил всегда, заходил туда есть хлеб. И сказал она мужу своему, вот я знаю, что это человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим там ему постель и стол и седалище, и светильник. И когда он будет проходить, приходите к нам, пусть заходит туда». 9-й стих. И она сказала своему мужу, это человек, который проходит мимо. Это Божий человек. Знаете, интересно, когда я размышлял на эту тему, когда я читал это место, для меня интересный был вопрос. А как она определила, что это человек Божий? Знаете, у него не было, наверное, Библии в руках. На ним не было такого, знаете, светящегося кольца над головой. Не было крыльев. Как она определила, как эта женщина могла сказать мужу своему и определить, что это человек Божий? Я думаю, в нем были какие-то качества, которые она видела. И она могла сказать, что это человек, это человек Божий. Знаете, если мы читаем Священное Писание, то мы видим, много встречаем героев Библии, о которых написано, что это человек Божий. Это пришел человек Божий. Или приходил человек Божий. О разных людях написано. А Давиде мы читаем, что на нем написано, что он был друг, муж по сердцу Господа. Также о нем говорится, что он был человек Божий. Елисей, о нем написано, что он был человек Божий. Илия, пророк, о нем тоже Священное Писание пишет, что он был человек Божий. Что это за люди? Какие это люди? Почему они какие-то особенные? Почему о них... Бог говорит, что это люди, мои люди, Божьи люди. Так же и посмотрим на жизнь Иосифа. Это человек, юноша, очень молодой человек, который в свои молодые годы оказался в совершенно чужой стране. преданный, был продан своими братьями в рабство. Его увезли в Египет. Совсем чужую страну. Дети, представьте себе, вы живете в Америке, и вдруг вы оказались совершенно в другой стране, в Египте. Иосиф оказался в этой чужой стране. Чужая культура, чужой язык. Нету рядом ни родителей, ни братьев, которые продали его, ни его родных, близких. И он, живя в этой стране, перенеся все эти искушения, все эти испытания, трудности, темницу, где его избивали, он показал, что он человек Божий. Своей жизнью, своим поведением, тем, что он любил Господа. Он окружающим показал, кто он такой. И мы видим его дальнейшее, что он стал вторым человеком после фараона. Иосиф тоже был человеком Божиим. Даниил и его друзья, когда они оказались в Вавилоне, в этой чужой стране для них так же, оказались в плену. И вот когда им грозила смерть, чтобы они отказались от своей веры, от своего Господа, поклонились истукану, когда Даниил не должен был склонять колени, то, что он делал всегда, им за это грозила смерть. Но эти молодые юноши, они показали тоже Балтасару, Навуходоносору, что они Божьи дети. Это люди Божьи. Своим поведением, своим действием, когда они не отказались от Бога, когда они готовы были пойти на смерть, окружающие увидели, что это действительно непростые люди. Потому что все простые люди, все другие, которые были так же взяты в плен, они побоялись смерти, они поклонились истукану. Но этим уже нет, потому что это были дети Божьи. А каково в жизни нашей? Могут ли наши соседи, с которыми мы живем рядом 5, 6, 10, 15, 20 лет, может, то и больше, люди, с которыми мы работаем, дети, с которыми вы учитесь вместе в школе, в колледжи, наши друзья? Можете ли сказать, что Вася, Петя, Олег, что это человек Божий? Часто приходится, может, на работе сталкиваться с такой ситуацией. Знаете, у меня была такая в жизни ситуация. Знаете, окружающие люди, они наблюдают за нами. Я это не раз убедился. Я работаю на себя, но бывает такое, что я работаю с некоторыми людьми постоянно, с одним контрактором, у которого свои люди, и я с ним работаю, и с его людьми работаю. Молодые ребята, не христиане, они далеко, живущие, их жизнь далеко от Бога. Но знают, они знают, что я христианин, что я хожу в церковь, и наблюдают за мною. И я была на работе, что им показалось, что я сказал нехорошее слово. Они между собой работая, они даже, делая что-то, не услышали. Олег, ты сказал это? Я говорю, нет, я это не сказал. Но мы слышали. Я говорю, нет, я сказал такое слово по-русски, а вам по-английски показалось такое. А мы думали, что ты уже, как мы, сказал так. Знаете, я вот так подумал, вроде казалось бы, ну что тут такого? Ты прищемил палец, ударил, ауч, а им показалось, что ты сказал такое слово. И они наблюдают. Дорогие друзья, дорогие молодежь, дорогие братья и сестры, когда мы находимся на работе, когда мы находимся в школе, где бы то ни было, за нами наблюдают. Дети ли мы Божьи? Являемся ли мы человеком Божьим? Знаете, я слышал один пример, когда один поп, не знаю по-английски, как это объяснить, кто это, наверное, прист, да, или человек, который работает в храме, священник. И вот он, когда чинил свой забор, и соседский мальчик подходил, всегда и смотрел на него. Ну, он делает его, там стучит молотком, что-то подравнивает забор, а мальчик стоит и смотрит. Через время опять приходит и смотрит. И этот поп, он говорит мальчику, а что ты смотришь? Он говорит, а я жду, когда вы по пальцу себя ударите. А зачем? А я, говорит, хочу послушать, что вы тогда скажете. Вот, такой вроде мальчишка, а все равно он знал, что это поп, знал, что это человек, который Божий человек. И что же он скажет, когда себе прищемит палец или ударит молотком по пальцу? Скажет ли он что-то нехорошее, то, что не должен сказать? Или же он все-таки поступит правильно? Божий человек, какой он должен быть? Знаете, может быть, даже нет вокруг никого людей, находимся мы сами, может быть, сами дома, может быть, работаем мы кто-то один, вокруг никого. Какие наши мысли, какое наше поведение, знаете, это проявляется в нашей речи, о чем мы разговариваем с окружающими. На работе, может быть, знаете, сейчас сталкиваюсь с этими ребятами, которые у них свой разговор, своя речь. И уподобиться их речи бывает нелегко. Я разговариваю с ними на их темы, с которыми разговариваем, но чтобы не сказать то, что они говорят, контролировать себя. Когда мы находимся сами, одни, что мы смотрим перед собой? Дорогая молодежь, дорогие дети, когда мы берем дома телефон в руки, что мы смотрим в телефоне? Какие картинки, какие фотографии? И являемся ли мы в это время человеком Божиим? Если никто не видит, окружающие не видят, нас папа с мамой не видят, братья, сестры не видят, но Бог видит. В послании Петра, в первом послании Петра, в первой главе, 15-16 стих, мы читаем такие слова, апостол Петр записал. Первое послание Петра, первая глава, 15 стих. «Но по миру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех в чем? Во всех поступках. Ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Знаете, вот оно, то, как быть святым человеком, как быть человеком Божьим. Христос говорит, апостол Павел говорит «Будьте святы во всех поступках». Знаете, наши действия, наши поступки, они показывают, какой мы человек, показывают окружающим. И апостол Петр говорит, что «Будьте святы, потому что Бог свят, потому что Господь свят». Также апостол Павел Тимофею, этому человеку, которому написано, что это также человек Божий, он ему пишет такие слова, советует ему. А ты, как человек Божий, поступай вот так, вот так, вот так. Делай то и делай это, потому что ты человек Божий. Знаете, человек Божий, он не должен находиться в том обществе, где не то, что не славится имя Бога, а хулиться имя Бога. Человек Божий не должен находиться в том месте, где дым стоит вокруг, где разливаются стаканы алкогольной напитки, он не должен быть там. Человек Божий не должен находиться в том обществе, где говорят нецензурную речь, не должен находиться в том обществе, где происходит всякая нечисть, всякая грязь, всякий грех. Человек Божий должен удаляться от этого. Апостол Павел Тимофей пишет в первом послании 6 глава, прочитаем с 9 стиха. А желающие обогащаться впадают в ускушение и в сеть во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагуба. Ибо корень всех зол есть средбролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай этого, а преиспевай в правде, благочестии, вере, в любви, в терпении, в кротости. Подвязайся к добрым подвигам веры и живет в вечной жизни, которой ты и призвана. А ты человек Божий, удаляйся от этого. И он также говорит о богатстве. Но ты уходи от этого, удаляйся от этого. А преуспевай, дорогие друзья, дорогие братья, сестры, в чем? Апостол Павел вот это наставление дает Тимофею, которое оно и к нам. Вот что дед должен делать человек Божий, а он должен преуспевать в правде. Где бы он ни был, он должен говорить правду. В какая бы ситуация в жизни ни находилась, мы должны всегда говорить правду. Увы, не всегда легко сказать правду. Где ты был, что ты делал, что смотрел. Какова была ситуация и сказать именно правду. Не всегда это легко. Но апостол Павел говорит Тимофею, в правде ты должен преуспевать, как человек Божий. Далее он говорит, благочестие, чтобы честь твоя была благая. В вере, чтобы преуспевала вера твоя, вера в Господа, в любви. Вот действительно, чтобы люди окружающие, нас как детей Божьих, видели эту любовь, любовь к Богу, во-первых, любовь друг к другу, к окружающим, в терпении. Знаете, порой нам не хватает терпения. Апостол Павел говорит, чтобы это у тебя было, чтобы у тебя было это терпение в кротости, чтобы нам иметь эту кротость. Человек Божий, он должен иметь кротость, он не должен быть спыльчив, он не должен быть надменным каким-то. Апостол Павел говорит, чтобы быть кротким, подвязаться добрым подвигам, держись в вечной жизни. Довгословит нас Господь, чтобы наша жизнь, она была подобна, подобна этому человеку Елисею, которого эта женщина, увидев, проходящего мимо, она могла сказать, она сказала, что это человек Божий, чтобы окружающие люди, наши соседи, наши друзья, наши одноклассники, наши соработники, с которыми мы вместе работаем, могли сказать, что этот человек, это человек Божий, потому что он не делает так, не говорит то, а поступает вот так. Довгословит нас Господь, чтобы мы старались быть святой, потому что Господь наш свят. Прекрасный гимн пел наш брат в прошлое воскресенье, увы, он уже наш гость, Илья Богданец, когда он пел этот гимн, кто помнит слова там, которые какие были? Божий человек, совершенно верно, много в мире титулов и званий, но одно, конечно, выше всех сохранить бы нам средь испытаний это звание Божий человек. Впереди небесный град и вручение наград, проживи достойно век, ведь ты Божий человек. Дорогие друзья, дорогие братья, сестры, дорогая молодежь, дорогие детки, как бы хотелось мне, чтобы о каждом из нас кто-то мог сказать или подумать, что это человек Божий, чтобы придя туда, мы могли получить награду, награду, как человека Божия, как дочери Божьей, как сына Божия. Аминь. Аминь. Склонимся к простоям.